В этом ролике мы поговорим о паранормальном явлении, которое стало очень популярным в массовом сознании людей. Это 10 интересных фактов про НЛО. Сообщения об НЛО стали появляться уже много тысяч лет назад. Самым первым письменным источником, скорее всего, является папирус, датируемый 1480 годом до нашей эры. В нем написано, что фараон Тутмос III наблюдал в небе огромный огненный светящийся диск. Через несколько дней в небе появилось еще несколько таких же дисков. Фараон посчитал это дурным предзнаменовением и решил зажечь благовоний, после чего диски с неба исчезли. На данный момент ученым известно большое количество древних свитков, манускриптов и рисунков, в которых рассказывается о непонятных летающих объектах в небе. Разные культуры по-разному воспринимали такие явления. Часто они называли их небесными колесницами, ангелами, духами и так далее. Можно с уверенностью сказать, что люди начали сообщать о наблюдении НЛО задолго до появления фильмов и фантастических литературных произведений на эту тему. Что-то очень похожее на описание космических кораблей есть в Библии. В Ветхом Завете в книге «Исход» есть описание прибытия Бога на гору Синай и явление его Моисею. Описывается то, что Бог спускается на землю в столпах пламени, и все это сопровождается громкими трубными звуками и ураганом. Прочитав все это, можно поймать себя на мысли о том, что все это похоже на описание приземления некого воздушного судна или космического корабля. Конечно же, эти библейские тексты не могут являться доказательствами существования инопланетян, так как, скорее всего, были обычными описаниями галлюцинаций или вовсе выдуманных. Однако многие люди, верящие в НЛО, очень часто ссылаются на эти места в Библии, как на письменные свидетельства существования инопланетян. Они считают, что древние люди на самом деле видели приземление космических аппаратов, однако они не понимали, что это такое, и поэтому считали их богами или ангелами. Похожие моменты есть и в других священных писаниях разных религий. В середине 60-х годов в средствах массовой информации стали появляться сообщения о возникновении загадочных кругов на пшеничных полях в разных частях мира, но в основном в Англии и США. Хозяева этих полей утверждали, что буквально за одну ночь некая сила сминала стебли пшеницы и таким образом делала некий узор, который хорошо был виден с высоты. СМИ сразу же предположили, что это дело рук инопланетян, которые таким образом хотят оставить землянам послание. Количество появлений кругов на полях начало расти в геометрической прогрессии, однако скептики очень быстро разоблачили этот феномен. Оказалось, что круги на полях – это дело рук людей, и ничего сложного в создании таких узоров нет. Эти узоры из смятой пшеницы делались с помощью простой палки и веревки, и в интернете есть большое количество подробных инструкций того, как подобный узор любого размера можно сделать самому. А если это так просто, то нет никаких причин подозревать инопланетян в создании этих кругов на полях. Но, несмотря на все эти разоблачения, в мире все равно есть много людей, которые хотят верить в то, что круги на полях – это дело рук или щупалец инопланетного происхождения, и переубедить таких людей, к сожалению, невозможно. Термин «летающая тарелка» впервые появился в 1947 году в США. Это случилось, когда американский пилот Кеннет Арнольд описал то, как он видел некий летящий металлический объект в небе. Этот термин очень быстро подхватили средства массовой информации, и вскоре вся Америка начала называть НЛО «летающими тарелками». Интересно то, что после того, как СМИ опубликовали интервью с Кеннетом Арнольдом, со всей страны стали поступать сообщения о наблюдении таких «летающих тарелок». Этот факт наглядно демонстрирует то, как люди любят выдумывать то, чего на самом деле не было на волне популярности той или иной новости в СМИ. А вот термин «НЛО» появился несколько позже. Он возник потому, что очевидцы часто сообщали, что летающие объекты имели не форму диска или тарелки, но также форму сигары, треугольника или чего-либо еще. Так в обиход вошел термин «НЛО», то есть «неопознанный летающий объект». Термин, который подходил бы для описания объектов любой формы. 95% всех задокументированных наблюдений НЛО в конце концов оказываются абсолютно обычными земными явлениями. Чаще всего за НЛО люди принимают воздушные шары, шаровые молнии, различные летательные аппараты и всякие разные атмосферные явления. И только 5% из всех задокументированных случаев наблюдения НЛО остаются нераскрытыми и необъяснимыми. Безусловно, это интересно. Но то, что мы не можем объяснить те или иные явления, еще не дает нам оснований полагать, что это действительно инопланетяне. На данный момент у современной науки нет вообще никаких серьезных свидетельств и доказательств того, что Землю когда-либо посещали инопланетяне. Начиная с 70-х годов прошлого века в западных странах, в основном, конечно, в США, начали появляться религиозные секты, члены которых поклоняются инопланетянам. После распада Советского Союза такие секты стали появляться и в наших широтах. Подобных культов уже существует огромное количество, и все они верят в абсолютно разные вещи. Кто-то верит в то, что с помощью специальных ритуалов они могут связываться с инопланетянами и получать от них ценные указания. Кто-то считает их создателями жизни на Земле, а кто-то и вовсе ждет конца света и верит, что спастись во время него можно будет только если стать сторонником той или иной церкви НЛО и ждать пришествия инопланетян в наш мир, которые прилетят и спасут своих последователей из нашего гибнущего мира. Иногда такие секты могут быть крайне деструктивными и опасными. Это ярко демонстрирует случай, произошедший в 1997 году в США. Тогда в городе Сан-Диего члены секты, которая называлась Врата Рая, совершили массовый суицид. 38 человек одновременно приняли заранее приготовленный яд и погибли. А сделали они это потому, что мимо Земли в тот момент пролетала комета. Члены секты верили, что позади кометы летит космический корабль с инопланетянами на борту. И эти инопланетяне заберут на свою планету души всех людей, которые умрут в этот период времени, пока комета будет находиться рядом с Землей. Такие вот веселые ребята, которым надоело жить на нашей планете. В 1938 году в США по радио транслировали радиопостановку фантастического романа Герберта Уэллса «Война миров». По сюжету романа инопланетяне вторглись в США и начали разрушать все на своем пути. Эта радиопостановка была сделана в стиле новостного репортажа, из-за чего очень многие слушатели подумали, что все происходит по-настоящему и очень сильно запаниковали. Во время трансляции постановки в службу спасения поступили десятки тысяч звонков, обеспокоенных нашествием инопланетян граждан. Как я уже говорил ранее, у современной науки нет никаких свидетельств о существовании инопланетян. Однако существует такая псевдонаучная дисциплина, как уфология. Сами последователи этой псевдонауки считают себя учеными, которые занимаются изучением НЛО. В основном весь процесс изучения сводится к опросу свидетелей, которые заявляют, что видели НЛО. Уфологи собирают такие заявления, наносят отметки на карты и выезжают на места, где, например, проводят замер радиационного фона в поисках каких-либо аномалий. В мире существует большое количество уфологических организаций, состоящих в основном из фриков, маргиналов или вообще психически нездоровых людей. За все время существования этой псевдонауки уфологами так и не было сделано никаких научных открытий, которые хоть как-то могли свидетельствовать о том, что Землю когда-либо посещали инопланетяне. Однако из всего вышесказанного не следует делать вывода о том, что инопланетных форм жизни не существует в принципе. Многие великие ученые, такие как Нил Деграсс Тайсон и Стивен Хокинг заявляют о том, что у нас нет никаких причин сомневаться в существовании инопланетной жизни. В космосе находится невероятное количество галактик и еще больше планет, на некоторых из которых вполне могла зародиться жизнь, как это произошло и на нашей планете. Проблема в том, что наша Вселенная невероятно большая, и вполне возможно, что ближайшая от нас населенная жизнью планета находится на очень большом расстоянии, возможно даже в другой галактике, и добраться туда не представляется возможным ни для нас, ни для инопланетян. Мы привыкли представлять инопланетян как существ, гораздо более развитых, чем мы. Однако вполне возможно, что наша цивилизация является самой развитой во Вселенной, а формы жизни на других планетах это просто какие-то бактерии или простейшие животные, не владеющие никакими технологиями. Вполне возможно, что когда-либо мы узнаем ответ на этот вопрос. Самое главное, что человечество должно делать сейчас, это развивать науку и технологии. Сегодня у меня к вам вопрос по теме. Верите ли вы в существование инопланетян? Возможно, даже вы когда-либо видели что-то необычное в небе и думаете, что это было НЛО. Напишите об этом в комментариях. Спасибо вам за просмотр. Если вам нравится мой канал, то подписывайтесь на него, чтобы не пропустить мои новые интересные ролики. Также советую вам посмотреть мое видео про одно из самых странных существ, живущие на нашей планете. Про тихоходок, которые могут выживать практически в любых условиях. Ссылка на это видео будет прямо на экране. А на этом все. Ставьте лайки и пишите ваши комментарии. Я их все читаю. Будьте адекватны и разумны. С вами был Дамиос. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok